дорогие любительницы вышивки я с удовольствием приветствую вас в гостях канала кристалл night меня зовут любовь и сегодня вас ожидает достаточно необычное видео для моего канала видео в формате вышивальная неделя который является традиционным на нашем вышивальном ютубе я снимаю впервые так повелось что я с удовольствием смотрю подобные видео на каналах других девочек но на своем канале такое видео у меня появится впервые позднее я объясню почему на канале кристалл night видео в основном имеют непродолжительную длительность но пока скажу что данное видео будет достаточно длинным потому что затронет всю мою вышивальную неделю моя вышивальная неделя состоит из пяти дней рабочих дней так скажем и двух выходных на которых у меня нет совершенно никакого времени на вышивку меня даже не бывает дома или я бываю но бываю со всей семьей и совершенно невозможно уделять времени на рукоделие поэтому все эти пять дней вы будете со мной я хочу показать вам продвижение своих процессов изо дня в день как они прибавляются также хочу сказать какие же вышивки я вышиваю на этой вышивальной никакого секрета здесь нет я продолжаю вышивать три свои основные вышивки это роза и флокса от ст красавица миранда от елены петровой и заканчиваю свою вышивку так скажем который называется банный день от елены шаш новой извиняюсь за качество фотографии последней вышивки потому что она уже давно у меня в работе и поцарапана иглами магнитами и очень плохое качество печати конечно страшно смотреть но уже не буду делать я фотографию скриншота схемы потому что она у меня заканчивается уже 75 процентов у меня вышита и я уже думаю как-нибудь я доживу до конца этой вышивки из такой фотографии вот итак по двум основным процессом это роза и флокса и миранда я вышиваю по 1200 аппетитов в день все вам покажу если у меня все получится в соответствии со своей нормой ежедневной ну а вышивку банный день я вышиваю в рамках своего эксперимента вышить вышивать по 100 крестиков в день по не меньше если вы помните я вышивала так своих птичек в траве от группы и волга но поскольку вот эта вышивка банный день уже у меня достаточно давно и она уже перешагнула 75 процентный порог меня просто уже знаете больно на нее смотреть на этого кота без головы и она просто просится завершиться и я очень хочу ее завершить закончить уже чтобы она ушла у меня из активных процессов хочу взглянуть на нее уже в полном вышитом виде но для этого ее нужно вышивать вышивать ее в рамках основного процесса мне не хочется потому что эти вакантные места у меня заняты двумя моими многоцветками но поэтому я решила перенести свой эксперимент на эту работу и вышиваю на ней не менее 100 аппетитов в день но как вы можете увидеть я надеюсь в дальнейшем что я вышиваю намного больше 100 аппетитов и вышиваю ее уже столько сколько у меня позволяет время после вышивки двух основных работ и посмотрим как у меня такими темпами все-таки продвигается работа и так как будет происходить рассказ о моей вышивальной неделе я буду показывать вам день за днем вышивать я буду днем на следующий день я буду показывать вам отшитое рассказывать о вышивке и о б около вышивальных делах может быть каких-то жизненных историях ситуациях ну и в конце подведем итоги посмотрим фотографии до и после сколько у меня получилось нашить за эту вышивальную неделю посчитаем все аппетиты и сделаем выводы об успешности или провальности моей вышивальной идеи вообще этой затеи и итак дорогие друзья моя вышивальная неделя началась каждый свой вышивальный день я начинаю с вышивки очаровательной работы розы и флоксы от ст так случилось и в первый день моей вышивальной недели вышиваю я эту вышивку во время дневного сна моего ребенка как правило я укладываюсь вышить 1200 аппетитов в то время пока он спит это от двух до трех часов днем он отдыхает и я спокойно выживаю эту работу которую я для себя определила как приоритетную работу на которой нужно сосредоточиться поэтому я выбираю дневное время время дневного сна моего ребенка я предоставлена сама себе и могу уделить полное внимание своей вышивке я не снимала видео до видео до того как я стала нашивать дневную норму но я думаю поверите мне на слово уже с этого видео будет будет прогресс виден явно ну вышила я вот такой вот квадратик прямоугольник размером 1200 аппетитов 3 на 4 клетки всегда вышиваю именно в таком порядке именно такую норму и знаете вышивка этого фрагмента и вообще вот этого мраморного постамента не занимает много усилий и каких-то какого-то времени чрезмерного она очень легкая и получаю огромное удовольствие аппетиты ложатся прекрасно много очень цветовых логических цепочек каких-то пятен группах цветов поэтому вышивается очень легко и результат отменный просто отменный обалденный просто 10 из 10 баллов за четкость и красоту и мне не знаю в общем все эпитеты по поводу этой вышивки я уже по моему миллион раз повторила в прошлом видео о старте этой работы и буду конечно повторять из раза в раз потому что так оно и есть самое что необычное что случилось и при вышивке этой этого кусочка совершенно неожиданно я вышивала в правом верхнем уголочке какое-то что-то темное мне казалось что это какая-то тень или какая-то идет прожилка мрамора темного цвета но с дошив последний аппетит я совершенно точно увидела что это на секундочку основание вазы и до того оно похоже на превью вообще и на настоящую ножку стеклянной вазы я просто обалдела на самом деле я не ожидала но не ожидала просто что я вышиваю я не понимала потому что я не слежу в принципе за сюжетом вышивки особо я доверяю электронной схеме которая сама мне показывает что вышивать и если я вышиваю от большого от малого к большому там количеству или наоборот я просто ничего даже не стираю программа сама мне показывает стежки эти символы и я не слежу за тем что я вышиваю тем более если я ничего не ожидаю увидеть на этом фрагменте и вот из ниоткуда из тумана из каши в мешанины аппетитов появляются вполне четкий элемент разумный это основание вазы и оно великолепно просто потрясающе прорисовано и я предвкушаю продолжение этого элемента на протяжении следующих дней я думаю за эту вышивальную неделю будет полностью вышито основание этой прекрасной вазы вот такая красота совершенно неожиданно у меня получилось потому что я сижу смотрю что там либо какой-то сериал либо на ю тубе что-то смотрю вот и совершенно неожиданно вот такая такой сюрприз у меня получился и мне было знаете ну действительно просто неожиданно и очень приятно и очень вообще такая какая-то изюминка здорово мне понравилось это ощущение совершенно нежданно негаданно получилась такая красота следующая работа который я вышивала уже ночью когда спит мой малыш это очаровательная миранда я в прошлом видео показывала вам что завершила нижний ряд очередной то есть вышивала я новый ряд началась чистого так скажем листа и мне попался фрагмент практически исключительного неба небо было как обычно из нескольких символов состояла сплошная шахматка и я заметила очень красивый переход от светлого снизу к темным тонам вверху мне очень нравится как получается и я старалась вышивать с рваным краем сверху у меня не очень получалось получилось а с правой уже прилить ну как сказать ну что смогла в общем то и сделала что еще хочу сказать то что как вы видите при вышивке рваным краем получается ну больше чем 1200 аппетитов но я не снимаю границы в электронной схеме поэтому я не учитываю эти аппетиты я не знаю насколько больше 1200 аппетитов я вышила но я думаю набирается существенная сумма и концу недели наберется какая-то сумма превышающая реальное количество отшитого но поскольку я эти аппетиты учитываю уже на следующий день возможно ну короче это вся статистика точно сейчас не важно для меня важно отшить 1200 в день и моя душенька будет спокойно и довольна этого я не могу сказать о своей третьей вышивке у меня оставалось совсем немного времени и сил на вышивку этого сюжета банный день по схеме елены шашновой я начала вышивать эту вышивку когда у меня уже была отшита занавеска и я перешла к тюле вышивала светлыми тонами в таком в разбросе здесь в принципе пара символов у меня была вышита но поскольку они такие как сказать распространенные поэтому нашилась у меня 454 аппетита в общей сложности на этой вышивке у меня нет определенной нормы главное чтобы было больше ста и я очень радуюсь когда эта цифра превышает норму в несколько раз ну и в четыре с половиной раз это тоже очень приятно как получается мне очень нравится я уже сто раз говорила о том что в принципе эта схема не многоцветная здесь до 100 цветов я не помню сколько около 60 наверное цветов но схема получается изумительно четкая картинка вышивается изумительно четкая потрясающе красивая и все работы у елены шашновой заслуживают внимание обязательно девочки пройдите найдите дизайнера и все кто хочет начать знакомство с большими многоцветными работами можно например начать их со схем елены шашновой они не сложнее обычного dimensions допустим в некотором роде даже и проще здесь отсутствует бэк непонятное сложение нити результат получается замечательный я общем всем 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 рекомендую этого замечательного дизайнера итак результат первого дня вышивальной недели меня очень порадовал я вышила 2400 аппетитов на двух многоцветках и 454 аппетита на последней своей схеме результат меня очень впечатлил ну для меня он не неожиданен потому что я всегда в принципе так вышиваю если у меня есть вышивальное время если я не устала от дневных работ и поэтому вот так у меня и выглядит моя вышивальная неделя надеюсь что ничего не нарушит мои планы продолжать в том же темпе так помимо вышивки вышивальной недели девочки обсуждают различные вещи ну я пока хочу вам показать одно из недавних своих приобретений а в частности это девочки моя мечта мечта уже трех лет последних это карта дмс карта цветов дмс у меня она конечно должна быть у каждой вышивальщицы которая работает с многоцветными схемами вышивки с авторскими схемами и не работает с наборами потому что это просто палочка-выручалочка я уже несколько раз к ней обращалась я уже показывала вам о том что я в группе мика мила вождь екатерина гофенко купила карту цветов которые девочки делают самостоятельно там есть нарезка по моему 20 сантиметровая всей палитры дмс включая новые цвета но постоянно пользоваться ей недостаточно удобно потому что приходится постоянно расчесывать нитки иначе они со временем скатываются в огромный большой клубок вот ну и эта карта случайно попалась мне на глаза я купила ее в своем собственном городе у девочки которая к сожалению распрощалась с вышивкой и распродает свои запасы и мне она обошлась просто за копейки за сущие копейки я получила вот такое сокровище да девочки не смотря на то что эта карта цветов выпущена же 2014 году сейчас она конечно выглядит иначе карты дмс включают также новые оттенки с 1 по 35 но поскольку в своей вышивальной деятельности я еще ни разу не встречалась с этими номерами ниток я не думаю что это прям большая трагедия тот факт что их нет в моей вот этой новой карте цветов новой для меня поэтому я безумно довольна я просто счастлива одно удовольствие держать ее в руках работать с ней ну а свою карту цветов от милой вождь Екатерина Гафенко я конечно же тоже держу под рукой и у меня уже было несколько моментов когда я обращалась к ней и тянула оттуда ниточки я понимаю что это нельзя делать я их обязательно кладу на место когда покупаю новые но вот бывают моменты когда ты вышиваешь тебе не хватает одного-двух крестиков вышить ну вот что делать ну нету переберешь все свои процессы пересмотришь все свои запасы и их просто нет я тогда открываю карту цветов с нарезкой и мне прекрасно хватает вышить даже пару десятков можно вышить пяти то в спокойном может даже и больше вот и потом восполнить себе вот так у меня случилось я брала оттуда нитки для вышивки вот зеленых флаконов на вышивке банный день я оттуда их брала и вы знаете когда какое-то морально немного успокоение о том что у тебя хоть что-то есть хоть что-то хоть не маленькие ниточки но они у тебя есть и в случае нехватки ты сможешь в любой момент к ним обратиться да это конечно у меня нет полный палитры дмс в матках но радует что у меня она есть в нарезке хотя бы по 20 сантиметров пасмы вот мне это немного греет душу и конечно я я довольна что у меня теперь есть и эта карта и такая карта и короче все у меня потихоньку налаживается все постихоньку у меня собирается покупается все нужно я обрастаю нужными вещами ну вот поздравьте меня я очень хотел я мечтала просто мечтала но даже не ожидала что за сущие копейки у меня появится вот такая роскошная шикарная нужнейшая вещь для вышивальщицы ну а я пойду вышивать дальше наступает там мой второй день вышивки второй день вышивальной недели посмотрим что же он мне принесет итак друзья второй день моей вышивальной недели хочу показать вам сколько я нашила в течение вчерашнего дня традиционно мои нормы были выполнены на вышивке розы и флоксы я вышила очередные 1200 аппетитов прямоугольник размером три на четыре клетки и как я вам уже говорила меня в отшиве ждала ждало прекрасное продолжение основания стеклянной вазы этого роскошного букета и конечно здесь я уже обращала внимание на то что и как я вышиваю знала что это именно основание ваза что это стекло и получала огромное удовольствие от того как получается значит в этом фрагменте меня встречают два типа цветов это светлый сам мрамор здесь у меня не было никаких полос прожилок поэтому вышивался он этот фрагмент очень легко несмотря на то что там конечно уйма всяких светлых цветов об этом можно даже не говорить в такой многоцветной вышивке таком уровне ну и конечно коричневые цвета зеленоватые здесь тоже присутствовали в отшиве полоски внизу и вот самой непосредственно вот этой ножки вазы вы все видите сами надеюсь что камера передает настолько же красиво картинку насколько красиво ее вижу я потому что я в безумном восторге люблю эту работу всем сердцем и как получается бине мне ну безумно нравится даже нет смысла это постоянно повторять просто посмотрите какой процесс прогресс у меня получился за день второй давайте покажу вам сколько я нашила на своей очаровательной миранде на миранде у меня начали вышиваться волосы вышиваю волосы которые развиваются на ветру и кусочек неба у меня также был дошит 1200 аппетитов уже ночью когда ребенок мой уснул я осилила одолела не скажу что было прям очень сложно но было посложнее чем вчера когда я вышивала только одно небо и так здесь я вышивала уже волосы в такой уже копне и некоторые волосинки которые все-таки разлетаются в порыве ветра и пока мне все нравится красиво получается ну с картинкой однозначно сходство есть ну и в общем да действительно путь получаются живые красивые волосы пышные естественного цвета очень глубокого насыщенного многогранного здесь не один не два цвета очень много же множество цветов и волосы за счет этого выглядят красивыми воздушными и очень ухоженными блестящим общем такими какие они должны быть у самой красивой девушки на свете переходим к вышивке банный день за вчерашний день мне удалось нашить немного побольше 465 петитов практически полностью вчерашнюю результат я повторила немного его улучшив вот и я зашивала вот на этой белой занавеске дошивала пробелы так скажем и вот у меня уже не хватило уже сил не хватило чтобы дошить вот этот прогальчик вверху там буквально там десяток петитов но у меня не было этого цвета и в общем игла была не заправлена и я уже на самом последнем уже издыхании вышивала и решила все-таки оставить как есть и не заканчивать эту этот фрагмент оставить его уже на завтра потому что и так уже много я вышила и чувство удовлетворения конечно не покидает меня и конечно я себя очень хвалю за то что я нахожу возможность и эту вышивку продвигать не скажу что огромное удовольствие я получаю от этой вышивки прежде всего потому что здесь я вышиваю на конгрессе страмине если первые две работы я вышиваю на гобеленовой сетке то то есть в течение дня я вышиваю их и уже под конец дня когда у меня уже достаточно подустали руки глазки я перехожу на страмин и это просто небо и земля гобеленовая сетка и страмин особенно вот когда меняешь работу в течение дня это очень чувствуется их разница страмин очень жесткий по сравнению с сеткой я колю себе руки пальцы и я не хотела бы вышивать на этой основе и именно поэтому у меня эта работа немного так вяло текущая так скажем по сравнению с другими своими вышивками которые у меня основные да мне очень нравятся сюжеты вышиваются очень легко но этот страмин я не знаю я очень рада что познакомилась с гобеленовой сеткой потому что мучиться вот так на страмине для меня очень тяжело хотя отовсюду льются положительные отзывы и девочки с огромным удовольствием вышивают на этой основе вот но я не могу потому что но в силу не знаю каких-то своих внутренних причин мне очень тяжело на нем вышивать и вот прям душа не лежит именно к основе вот и вот буквально приходится заставлять себя после того как я с удовольствием наслаждаюсь каждым аппетитом на вышивке двух своих предыдущих работ здесь я уже конечно все складывается уже здесь и усталость и конец дня и страмин но все-таки я рада что и эта работа у меня продолжается также хочу сегодня поговорить с вами вот о чем я периодически получаю такие пожелания от своих любимых зрительниц подписчиц чтобы я поснимала видео более продолжительные чем я делаю обычно вот и я хотела бы по этому поводу дать несколько рассказать об этом на этот счет как правило мои видео длятся от там 13 до 20 минут и очень редко когда есть полчаса и уж совсем редко когда доходит до часа это уже какие-то вышивальные итоги которые я подвожу вот там или рассказ уже о полной о полном процессе вышивки или я рассказываю об оформленных картинах но как правило я не занимаю много времени своих подписчиц на просмотр своих видео возможно в этом мой минус потому что вышивайщицы любят длинные видео я и сама их очень люблю когда их включишь под вышивку и слушаешь что-то о чем-то знакомом таком близком родном от любимого блогера вот но у меня как правило не получается снимать длинные видео и причина здесь даже не в том что мне нечего так особо сказать причина здесь скроется в том что я не могу найти время для съемок более продолжительных видео потому что у меня маленький ребенок и у меня просто нет достаточного времени тишины у меня нет чтобы никто не лез в кадр никто чтобы не было посторонних звуков на заднем плане это очень тяжело действительно найти такое время если оно находится то это когда мой ребенок либо спит либо гуляет без меня и в это время я обычно вышиваю вот и очень мне в общем тяжело найти время для съемки более продолжительных видео я буду стараться если такой такие запросы поступают мне это очень приятно огромное вам спасибо за интерес и внимание к моему каналу по и постоянным зрительницам и гостям которые случайно наткнулись но я постараюсь сделать их более длинными и вот сегодня будет достаточно продолжительное видео но хотя бы потому что я снимаю его несколько дней вот и уши несколько минут для рассказа о проведенном вышивальном дне я в тишине могу выкроить несколько минут да вот по этому поводу у меня еще есть одна история очень такая давно я хочу вам рассказать тоже связано с продолжительностью видео на вышивальном ю тубе я проходила обучение как блогера в одной онлайн школе но она не закончилась удачно успешно потому что школа там начала преобразовываться в общем это не суть важно но я прочитала в рекомендациях от этой школы как продвигать свой канал они рекомендовали создавать посты на странице сайта пикабу если есть кто кто знаком с этим сайтом я думаю вы знаете что там публикуют все что угодно и очень много очень очень много там просмотров так вот с момента публикации вот этой рекомендации от моей школы там все изменилось на пикабу и нельзя оставлять ссылки на свои видео то есть я как нам рекомендовали создавать пост в котором ты рассказываешь вкратце ну какое-то описание там своего видео даю самое важное там несколько фотографий потом даешь ссылку на свое видео и те кто кому интересно переходит на youtube и смотрит его на ютубе соответственно у вас повышается количество просмотров и возможно кто-то подпишется на канал вот но с недавнего времени ну с недавнего я уже давно уже эта история была отменили в общем возможность оставления ссылки запрещено теперь оставлять ссылки на свой канал потому что все начали гурьбой массово рекламировать свои каналы на пикабу не знаю кому от этого плохо конечно но в общем несколько видео я так размещала там я то есть публикую пост например речь идет о моем посте когда я рассказывала о 24 часа с вышивкой когда я вышивала в одиночку то есть это был мой личный марафон я озаглавила свой пост вроде как что я нашила за 24 часа с вышивкой вот и вы сможете посмотреть пройдя вот по ссылке и оставила ссылку на свое видео на ютубе и так вот дорогие друзья в общем в комментариях мне попался очень какой-то настойчивый и не знаю какой-то очень сильно озабоченный озадаченный не знаю пользователь сайта пикабу которого он прям очень волновал тот факт что я оставила свою ссылку на канал вот сначала он мне написал я получила много там отзывов да вот но он мне написал вроде как мне даже стало интересно но это мужчина пишет мне вроде как стало интересно что она там нашила за 24 часа прошел посылки а там аж 30 минут понимаете аж 30 минут что можно наболтать на за 30 минут нет чтобы показать вот столько я нашила понимаете нет вы представляете она там просто такая такая там болтовня пишет но в общем понимаете для человека который не в теме все наши вот эти длительные видео они смотрятся просто как какой-то вода бред просто пересыпание там из пустого в порожнее и конечно сравнивать это и и наш рукодельный youtube на котором он еще не видел часовые там двухчасовые видео которые у нас бывают да у девочек представляю чтобы у него там инфаркт бы наверное случился у этого озабоченного мужчины вот ну в общем он мне вот такой вот так написал и пожаловался администрации сайта даже на меня и в общем мне вынесли предупреждение о том что если я буду продолжать публиковать ссылки на свои видео то меня забанят ну а с другой стороны зачем мне с какого вообще перепугу я буду публиковать тратить свое время у вас на пикабу если там совершенно нет какого-то ну релевантного так скажем пользователя на кого рассчитаны мои вообще посты туда заходят люди которые понимаете они смотрят читают твой пост и обязательно найдут какую-нибудь зацепку к чему придраться вылить свой негатив яд и показать что они сто раз лучше тебя и хотя совершенно не разбираются вышивки и вышивка это старье и для бабушек и тратите время и в общем занимаетесь не пойми чем но в общем чего я только там не начиталась и понимаете то есть наш рукодельный вышивальный youtube это вот как вот такое тепленькое местечко теплый мирок за пределами которого просто хаос какой-то и волна негодования непонимания всего этого чем мы тут занимаемся понимаете там просто люди которые в этом не варятся с этим не связаны они просто не понимают этого и стараются всячески это высказать видео на полчаса и вообще с дубу рухнуло наверное столько наговорить о какой-то ерунде ну 24 часа вышивала и чё понимаете вот в таком вот ключе ну в общем мне эти их предупреждения особой роли не сыграли я просто взяла и удалила аккаунт раз ну зачем мне это нужно развлекать людей которым это действительно не нужно на ю тубе мы нашли друг друга мы находим себя по интересам и здесь никого не волнует видео длиной там в полтора-два часа вот ну я не скажу что прям этот момент так сильно повлиял на то что я не снимаю длинные видео конечно же нет здесь на нашем вышивальном ю тубе ю тубе тепло и хорошо и мы все здесь свои все заодно заядлые вышивальщицы и мы друг друга понимаем с полуслова нам не нужно ничего объяснять и здесь мы не сталкиваемся с непониманием с негодованием здесь мы можем быть уверенными что нас это обойдет стороной и мы не наткнемся на таких вот пользователей которые ну вообще не в теме и ну о чем с ними разговаривать короче так девочки ну я пошла вышивать и где нас ждет третий день моей вышивальной недели и так дорогие друзья день 3 вышивальные моей недели завершенно с точное выполнение нормы вышила я 1200 аппетитов на свои вышивки розы и флоксы заранее извиняюсь за сегодняшние за сегодняшнюю съемку приходится снимать с искусственным освещением потому что на улице у нас целый день льет дождь вы можете видеть очертания и тень от моего штатива моего телефона но к сожалению по другому я не могу снимать потому что очень темно льет дождь вообще часто идут дождины сегодняшней осенью сегодня ездила в город ехала обратно и не могла не заметить как же все похорошела вокруг к сожалению не снимала дорога у нас я живу за городом и дорога у нас очень красивая по сторонам леса 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 уже желто зелено красные багровые багряные в общем нереальная красота я очень люблю это время и вышивать в такую погоду конечно тоже определенное удовольствие вышила я 1200 аппетитов на свои вышивки розы и флоксы его как мы можем видеть у меня завершена завершено основание этой вазочки немножко у меня осталось на завтрашний день ну и то потому что у меня не было заправленных иголок с нитками а так бы я конечно дошила но уже неохота было перерабатывать так скажем очень мне нравится как получилось она такая объемная очень много теней она видно что пол такая прозрачная стоит на мраморе ну идеальная просто вышивка замечательный эффект и прекрасная разработка единственное что меня смущает так вот эта полоска белая которая как бы показывает нам что в этом в этом месте падает свет какой-то и получается отблеск но меня немного коробит то что эта полоса она строго горизонтальная идет вышивка порядка семи-восьми аппетитов но просто там очень светлыми оттенками бело-голубыми вот и смотрится как нечто инородное я не знаю все вышивала по схеме и это полностью конечно соответствует и схеме значкам и на превью видно не знаю вам видно или нет вот но меня этот факт немножко коробит мне не нравится как получилось я не знаю далее на следующей части вас тоже есть такой отблеск блик такой вот посмотрим может быть его тоже вышить и будет более как-то логично смотреться но хотя бы был бы он какой-то закругленный вот по по кругу идет как вот основание круглое и он бы был бы закругленный но нет он просто белый такой вот как будто я что-то не вышила здесь или ошиблась вот но я смотрела на отшивок тоже такое место присутствует вот но мне говорю я постоянно нет чтобы смотреть на то как как какая красота вокруг получается я смотрю именно на это место скажите дорогие друзья что вы об этом думаете стоит ли мне перешить это место или оставить как есть как бы вы поступили на моем месте я не знаю вот пока я больше склоняюсь к тому чтобы переделать это место потому что у меня взгляд падает только туда целенаправленно и мне это не нужно обычно когда у меня есть такое чувство появляется я переделываю мне это не нужно абсолютно вот но здесь конечно многоцветка и будет сложно подобрать очень я не хочу лезть в схему как я лазила в марии да переделал там до основания руки но думала хоть здесь я обойдусь без этих своих самоделок вот ну возможно придется этим заняться ну или если вам кажется что все в порядке может быть не не буду этого делать вот ну пока не знаю на отдалении тоже я замечаю этот момент поэтому затрудняюсь я а так в целом конечно мне очень понравилось вышивалась эта вазочка достаточно так ну кропотливо много-много очень здесь одиночек ну и также небольшая прожилка на мраморе здесь есть которая также вышивалась очень большим количеством одиночек поэтому здесь я покорпела конечно этот фрагмент был достаточно такой тяжеленький но несмотря на это я все-таки вышила очередную свою норму и на своей многоцветки миранда я вышила также 1200 аппетитов и перешла уже к темной части волос вот здесь у меня начались уже откровенно черные тона я боюсь вообще вот этих черных значков в вышивке потому что эти места могут просто провалиться в глубину и ну смотреться не очень хорошо меня пока настораживает то что здесь есть чисто черный цвет посмотрим что будет дальше но я так понимаю что невозможно было вытащить какие-то коричневые цвета и ну конечно на картине возможно художник тоже использовал черный цвет вот ну посмотрим как это будет смотреться дальше вот ну вышивалась легко и позволила мне нашли 1200 аппетитов на одном дыхании но несмотря на то что здесь конечно тоже было очень много цветов перейдем к следующей вышивке я вышивала банный день и нашила 284 аппетита если верить моей программе да вышила я дошила я кусочек сверху который оставался у меня с прошлого дня и вышила несколько значков на новом для себя фрагменте выделяю я на этой работе фрагмент раз два три четыре пять клеточек вверх и две клеточки по горизонтали получается 1000 в общем такой вот два на пять я выделяю в программе фрагмент и у меня я не стремлюсь его за один день вышить хотя тысяч аппетитов сами уже понимаете вполне я могла бы здесь осилить но поскольку вышиваю уже по остаточному принципу вышиваю сколько могу и вот как вы видите уже почти там на 200 аппетитов меньше чем вчера я нашила вот ну потому что уже время поджимала вышивала я темными цветами и яркими тоже потому что здесь у меня пошел очаровательный мыльный пузырь вышиваться вот ну разбросано вот так вот хаотично мои петитики но они здесь есть двести восемьдесят четыре штуки так о чем хочу сегодня поговорить с вами так это рассказать свои новости с оформлением моих вышивок о том что я оформила марию я вам уже говорила и я жду не дождусь того момента когда я смогу показать ее вам для этого я хотела сделать отдельное видео вместе с оформленной моей вышивкой встреча на лестнице если вы помните я говорил что хочу оформлять их в едином стиле так вот мария давно оформлена а моя вышивка встреча на башенных ступенях от иволги она находится сейчас на оформлении в багетной мастерской картош город саратов но дело в том что все материалы там давно уже паспарту вырезано багет приехал но собрать и покрасить его в нужное в нужный цвет не представляется сейчас возможным потому что к сожалению багетная мастерская картош закрыта на карантин я связывалась ну мы общаемся с хозяйкой багетной мастерской картуш и пришли очень плохие новости о том что вся семья заболела к видом и не только семья хозяйки мастерской но и все девочки в мастерской тоже к сожалению заразились заболели заболели также сотрудники офиса напротив которые находятся в этом же крыле здания и картош к сожалению закрыт на карантин она непонятно какой срок поэтому заморозилась моя вышивка там она лежит вот и к сожалению я не знаю когда я ее заберу потому что мастерская закрыта и никто не будет над ней работать и ну и забирать конечно я тоже не собираюсь нести куда-то в другое место ну и думаю это невозможно по причинам безопасности к сожалению я сейчас ну вот в таком состоянии подвешенном они находятся эти вышивки если кто-то из саратова меня смотрит и планирует идти на оформление в картуш так знаете следите за новостями группы когда они выйдут с карантина пожелаем девочкам огромного здоровья выздоровления их детям мужьям и всем близким скорейшей победы над этим недугом вообще тоже тревожные новости приходят и также еще одна моя близкая подруга заболела и все вы ее прекрасно знаете вот тоже вся семья заболела к сожалению поэтому дорогие друзья давайте пошлем им флюиды поддержки и пожелание скорейшего выздоровления от всей 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 души от всего нашего рукодельного сообщества ну на этом свой рассказ о дне третьем я завершаю и пойду вышивать уже четвертый день своей вышивальной недели итак друзья день 4 моей вышивальной недели вообще он случился только потому что здесь были очень легкие фрагменты на всех моих вышивках и только благодаря этому и меня получилось нашить норму я вышила значит 1200 петитов как обычно на своих розах и флоксах дошила я основание этой вазочки которая у меня выходила на следующий фрагмент и как вы видите здесь очень много светлого и вышивалась это ну достаточно легко по вообще ну как я сказала норму получилось нашить потому что была был легкий фрагмент схем потому что я целый день была просто очень занята я готовила просто тонну мантов или как правильно их назвать вот у меня в семье мои мальчики очень любят вот и мне пришлось целый день их готовить вот но все равно я если бы конечно может быть я не снимала вышивальную неделю может быть я и не стала бы вышивать в этот день но все-таки взяла себя в руки и за иголочкой я тоже отдыхаю можно сказать я могу конечно полежать отдохнуть но я знаю что если я посижу на своем удобном диване на столе со своей удобной подушкой если что-то повышеваю то я также отдохну пока вот мой ребенок спит так же как бы я просто полежала бы вот поэтому времени на вышивку было мало но я все равно успела успела все вышить как вы можете видеть вот мои мои продвижения 1200 аппетитов я довольна переходим к следующей моей вышивке здесь тоже я нашила 1200 аппетитов уже вечером и здесь как я уже говорил уже пошли откровенно откровенно черные цвета откровенно черный даже триста десятый здесь и я подбираюсь к шее моей миранды и получается что здесь прямо такое черное темное пятно и бленд на основе черного и 3371 вот если всматриваться конечно получается пока непонятно и достаточно тревожно но если смотреть на картину в отдалении я конечно не разворачиваю пока в полном уже объеме покажу когда завершу этот ряд вот но если смотреть так вот с позиции всей целостности картины то получается нормально в полном соответствии со скрином и вообще с картиной художника в целом вот ну рассказывать здесь особо нечего достаточно легкий фрагмент я повторюсь поэтому быстро вышелся не занял много времени ну а кусок схемы отшит и это конечно плюс на вышивке банный день мне удалось нашить побольше чем вчера и получилось триста четырнадцать аппетитов у меня вышить и как можем мы заметить у меня вырез вырисовывается уже мыльный пузырь полностью у меня вышита перекладина окна вот впервые я сталкиваюсь с этим элементом на этой вышивке еще у меня будет несколько таких перекладин белых вот от окна занавешанного тюлем занавесками в общем ну и уже природа какая-то за окном вырисовывается темными зеленоватыми оттенками ну и конечно сам тюль я вот даже издалека вижу уже какой-то рисунок некий вот при вышивке я его не видела к сожалению вот ну а теперь он более такой отчетливо проступает все это оставшуюся часть я думаю завершу уже завтра отложу это на завтра вот потому что хочу хотя бы этот фрагмент завершить с завершением своей вышивальной недели так сегодня хочу рассказать вам две о двух вещах во первых все они приятные первое из них это то что я забыла вам сказать забыла вам рассказать на самом деле я часто участвую в разных розыгрышах в контакте в конкурсе репостов и так далее и вот наконец мне улыбнулась удача представляете я выиграла промо код на установку программы cross stitch paradise без рекламы версия про я была просто в восторге это такой огромный подарок который я очень очень хотела и когда я узнала о том что я выиграла я просто подпрыгнула на месте и у меня очень поднялось настроение это было не сегодня не вчера это было уже очень давно где-то в начале этого месяца но я не было повода вам об этом рассказать вот программа cross stitch paradise мне тоже нравится конечно я сага ман и это неизбежно но я пробую вышивать и по cross stitch paradise и некоторые моменты мне в программе нравятся больше какие-то меньше вот но я считаю что должны быть вышивать обе эти программы но я сейчас учусь вышивать по парадайзу и меня очень очень интересуют отзывы которые ставят эту программу на ранг выше удобнее чем сага и я хочу на собственном опыте понять эти существенные или несущественные различия и определить для себя по какой же мне программе будет удобнее вышивать ну а то что я выиграла промо код и установила его и у меня сейчас парадайз без рекламы и я вообще наслаждаюсь просто вышивкой это конечно огромное огромное спасибо организаторам конкурса и первый раз я что-то выиграла в вышивальном вообще сообществе также если мы говорим про вышивальные сообщества я думаю что вы дорогие мои друзья все наслышаны все знаете огромную группу в контакте которая называется я вышиваю так вот я о ней естественно не знала потому что я неуверенный пользователь вк 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 у меня только для какой-то переписки и ну так знакомство с какими-то вышивальными новостями возможно и мне вот в ленте попалась запись от этого сообщества о том что в преддверии формулы рукоделия на ее площадке проходит базар так скажем базар в я вышиваю и в рамках ну в общем на этой странице в этом сообществе любой желающий мог продать выставить на продажу свои какие-то наборы или какие-то ну все что у вас имеется ненужное для вышивки все что вы хотите продать нужно было сделать фотографию и разместить объявление о своей продаже с кодовым словом базар в я вышиваю вот и уже договариваться с покупателем который в личку пишет я сначала пролистала там девочки на самом деле очень много всего много наборчиков от lucas dimensions в том числе там всякие раритетные дорого недорого ну по всякому там остатки продавали станки продавали в общем давайте друзья я оставлю ссылку в описании под этим видео на сам этот базар может быть вы что-то для себя найдете нужное там и купите по приятной цене потому что до сих пор этот базар функционирует ну а я тоже решила принять участие потому что у меня собралась уже ну такая столбочка ненужных для меня тканей я продавала там конгресс страмин кусок мурана песочного цвета с люрексом и комплект комплект линды ручного окрашивания в который входило 6 6 цветов 6 лоскутков но они небольшие 32 по моему на 27 сантиметров были окрашены в голубые синий зеленый и серые цвета но поскольку я за год не придумала что на них вышивать я подумала что лучше я их продам девочкам которым возможно они понадобятся вот и почему бы на эти деньги мне не заказать еще одну основу для вышивки подумала я его друзья сразу же как я опубликовала свой свое объявление у меня раскупили мне сразу купили мурана и купили три отреза линды вот цены я устанавливала очень дешевые по сравнению с теми которые сейчас имеются на рынке так скажем вот и потом мне купили оставшиеся тоже отрезы линды поэтому сейчас у меня там в наличии стоит только конгресс стромин вы знаете что я не люблю вышивать на конгрессе поэтому я решила имеющийся у меня кусочек продать но до сих пор у меня его никто не купил если будет желание вы можете по ссылке в описании пройти и найти это мое объявление ну и посмотреть другие предложения девочек может быть я повторюсь вы ищете какой-то набор и он там будет совершенно за небольшие денежки выставлен там вообще огромный такой базар очень много там представлено всего очень много объявлений вот очень интересно даже просто посмотреть что у девочки есть в запасах кто что покупает там тоже в общем интересно ну вот об этом я хотела вам рассказать завершаем четвертый день моей вышивальной недели у меня остается заключительный день день 5 поэтому я пойду вышивать и скоро мы с вами увидимся и подведем итоги итак дорогие друзья последний день моей вышивальной недели 5 по счету мне удалось ношить достаточное количество аппетитов например на этой работе я вышила очередной прямоугольник размером 4 на 3 клеточки включающий 1200 аппетитов я подбираюсь к завершению вышивки этого прекрасного постамента и уже на следующий вышивальный день он был бы у меня закончен но завершение этого ряда я покажу вам в отдельном видео думаю что-нибудь придумаю интересненькое чтобы показать эту вышивку а ну а этот фрагмент отшивался не проще не сложнее чем все остальные здесь идет у меня уже тень от букета в правом верхнем углу и соответственно там вышивалась уже посложнее поскольку задействовано большое количество цветов и достаточное количество одиночек в целом как получается мне конечно же все нравится и каждый день у меня появляется очередной фрагмент очень красивый и я рада что моя вышивка растет продвигается хорошими темпами и я очень рада что мне удается держаться на достаточно приличном уровне качества вышивки я стараюсь я слежу за стежками и стараюсь очень сделать эту вышивку качественно красиво ровненько аккуратненько ну по крайней мере на лицевой стороне я думаю что пока мне это удается посмотрим что будет при вышивке уже с таких сложных многоцветных цветков роз и флоксов я думаю там будет приличная такая мешанина и боюсь что не удержусь я вот неровных бугристых места но буду стараться также 1200 аппетитов было нашито у меня и на следующей моей работе миранде здесь попался у меня самый сложный фрагмент на этой неделе дело в том что здесь я вышивала вверх уже плеча последнюю точку так скажем одеяния девушки завершала я вышивку бус и и начала уже кожу непосредственно шея там идет хорошая такая тень то есть здесь мне пришлось покорпеть пришлось потрудиться потому что здесь но очень такой насыщенный фрагмент по сравнению с предыдущими я и вышивался он сложно и достаточно долго из-за естественно большого количества цветов и не меньшего количества одиночек потому что бусы это конечно засада вышивка на мне очень понравилось вышивать этот фрагмент он такой реалистичный такой классный вообще шея получается тоже очень такая гладкая прекрасные переходы от темного к светлому идет идут они слоями там множество блендов и смотрится великолепно но от бус я вообще в восторге вот сейчас я вижу их практически в полную в полную величину свою да почти они полностью отшиты и ну не знаю у меня даже улучшилось восприятие улучшилось впечатление от этих вышитых бус они смотрятся просто великолепно мне очень нравится как выглядит и именно последние завершенные бусинки они поставили точку в этой нити в этих нитях бус и смотрится великолепно далее меня ждет продолжение вышивки этой прекрасной шеи и судя по саге по скриншотам я думаю что будет она идеально гладкая ровненькая красивая нежная и предвкушаю конечно я очень люблю работать над кожей и я думаю что все будет отлично мне не терпится продолжить работу над этой вышивкой ну и что касается третьей моей работы здесь у меня была цель завершить уже этот фрагмент который я вышивала в течение предыдущих двух дней мне пришлось вышить 501 петит и работа была завершена то есть я полностью вышила этот кусочек прямоугольный и у меня нарисовался мыльный пузырь и полностью вышилась оконная рама и красивый тюль в общем очень красиво получается я уже не удивлена единственное друзья я заметила такую деталь что на конгресс трамине я не стараюсь вот на этой вышивке делать ну не ровный край и не допускать каких-то борозд они не получаются здесь сами собой вот посмотрите вы видите какие нибудь продольные или горизонтальные полосы я не вижу ни в живую не через камеру мне кажется их просто нет и все потому наверное что это зависит от основы я делаю такой вывод что на гобеленовой сетке которая меньше ряды могут стягиваться стежки могут стягивать ткань в одну одну сторону там а на конгрессе из-за того что она плотная такая и очень такая твердая жесткая то здесь стежки не стягивают в достаточной степени для того чтобы образовались аж грядки бороздки и такие полосы поэтому меня очень этот результат очень устраивает почему-то осознание этого дошло у меня вот только сейчас когда вышито 78 процентов вышивки вот но это тоже можно отнести к несомненным плюсам конгресс трамина и рановато от него отказываться как от основы и можно его рассматривать для вышивок таких где много фона потому что ну хорошо получается ведь правда когда нет никаких борозд когда завершу ряд я разверну конечно эту вышивку и вспомню все посмотрю нет ли у меня борозд на других фрагментах но по крайней мере то что я сейчас вижу и вышиваю я совершенно спокойно без рваного края можно так сказать не заморачиваясь над этим но получается достойный результат никаких борозд у меня здесь нет вот какое прям открытие года можно сказать у меня вот случилось на ваших глазах если на предыдущих вышивках я стараюсь и придумываю одно и другое чтобы не допустить борозд то на вот на этой вышивке они не получаются вообще сами собой вот и такое вот бывает дорогие друзья ну а сейчас настал тот час когда можно подвести итоги моей вышивальной недели которая состояла из пяти дней по ее итогам я вышила вышивала я три процесса как вы знаете фотографии сравнительные я вам сейчас покажу на вашем экране слева у нас будут работы до этой недели вышивки и справа уже вышивка которая прибавилась на протяжении пяти дней на работе розы и флоксы а также банный день горизонталь вертикальной голубой линии я обозначила тот фрагмент с которого я начала вышивать но не зафиксировала тот момент поэтому всю прибавку смотрим от этой голубой линии на миранде я начала вышивать так скажем с чистого ряда и мы видим продолжение конечно результат мне очень нравится я работала на максимум своих на максимуме просто своих возможностей вышила на розах и флоксах 6000 аппетитов на миранде тоже 6000 я нашила и если сложить все аппетиты которые я вышила на вышивке банный день у меня получится 2018 аппетитов итого я вышила ну можно сказать 14 тысяч аппетитов за пять дней это для меня очень большой результат и я довольна своими продвижениями лучше я просто не смогла бы вышить поэтому эта неделя у меня неделя ударного труда ну она в принципе не отличается от предыдущих но возможно она просто короче потому что иногда мне удается вышивать шесть дней в неделю вот ну чтобы прям семь дней в неделю такого сейчас к сожалению не бывает довольна я очень результатом повторюсь и же вышивки мои прирастают банный день тоже тихонечко но продвигается поэтому я очень довольна и вот рада наконец что я вам показала как я вышиваю за дня в день и какой прогресс у меня при этом получается дорогие мои друзья я очень надеюсь что вам понравится это видео в рамках в такого формата формата вышивали недели самое главное надеюсь что вас порадовали те результаты которых я достигла ну за эту вышивальную неделю те результаты которые показывают как подросли мои вышивки все на этом буду заканчивать свое видео традиционно девочки всего вам доброго до свидания друзья что когда они сделали с вы pu Regulами далее все